Зима продолжает щедро засыпать снегом в Московскую область, а коммунальщики справляться с последствиями таких сюрпризов. Работа подрядных и управляющих компаний сейчас находится на особом контроле как со стороны жителей, так и властей. В этом убедилась наша съемочная группа. Новая порция осадков вывезла на дороге городского округа весь снегоуборочный арсенал. В первую очередь, внимание направлено на вылетные магистрали, такие как Егоревское шоссе. Обильные снегопады не должны препятствовать и без того плотному движению. В том, что коммунальная техника справляется с работой, лично убедился глава округа Владимир Ружицкий. На придомовых территориях тем временем тоже кипит работа. И если в начале зимы требовалось убирать снег только с земли, то сейчас из-за резких перепадов температуры от осадков и сосулек освобождают крыши домов. Бригады альпинистов работают в режиме нон-стоп. Ежедневно у нас работают порядка 25 бригад, по 3-4 человека. Дополнительно к ним мы привлекаем сотрудников РСУ, то есть это наши сотрудники плоские кровли, также очищаем. То есть на сегодняшний момент на кровлях порядка 40-50 человек у нас работают в каждом поселении. В зоне ответственности Люберецкого городского жилищного треста более 800 многоквартирных домов. Как управляющая компания справляется с работой в непростых зимних условиях, Владимир Ружицкий проверил, осмотрев двор на улице Южная. Здесь, в частности, Южная-28, я оцениваю, что все неплохо, здесь ЛГЖТ обслуживают. В Томилино есть разные дома, как и у Красково. Просто есть задача в ближайшие сутки-двое эти дороги почистить, тротуары надо удерживать. Глава городского округа напомнил, что сигналы о некачественной уборке снега можно отправлять ему на почту или социальной сети. Обращения, оставленные в интернете, рассматривают по такому же принципу, если житель пришел на личный прием.